Уважаемые зрители, добрый день. Находимся в Луганске. Сегодня здесь пройдет парад Победы. Начинаются последние приготовления. Погода немного облачная, будем надеяться, пронесет. Приходят люди, ветераны. Всего их около 50 сегодня. Да и в области, в республике их осталось не так уж и много. Сегодня приняты беспрецедентные меры безопасности. Очень много полиции, дружинников. Дабы не было никаких провокаций, инцидентов. Но тем не менее, людей пришло очень много. Посмотрите только в одной части. Довольно редко видите. Вот смотрите на плакате. Герой Рашкалепа Бо Иван. Герой войны Советского Союза. А вот он, собственно, живой. Сидит в первых рядах. Вот фуражки, видите? Руководители республики тоже здесь. А принимать парад, командовать им будет Верховный Главный Командующий Игорь Венедиктович Плотницкий. Под государственный флаг И знамя победы Смирно! Равнение на Лево! Знамя на носцы Несут знамя победы И Луганской Народной Республики. Напомню, Несколько дней назад На встрече с ветеранами Глава Республики пообещал это знамя Установить на новый Бандеровский рейстах. Ну, посмотрим. Впосредственно руководит парадом Зам... Точнее, начальник штаба Народной Милиции Козлов Козлов Точнее, начальник штаба Парад... Парад... Мирно! Для встречи слева Накрак... У-у-у-у-у! Вот, собственно, и глава Живой и здоровый Мирно! Челленок штаба Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска Луганского гарнизона для парада В ознаменовании 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены Командующий парадом генерал-майор Козлов Как видите, память Ленина как стоял, так и стоит Никто его не трогал Хотя довольно много е-полученцев, которые не совсем коммунисты В частности, те же казаки, пожалуйста Но тем не менее, эта история... Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Главный Главнокомандующий! Здравствуйте, товарищи! Главный Главнокомандующий! Поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне! Главный Главнокомандующий парадом генерал-майор Козлов В Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне! Клуб является одним из крупнейших в мире и самым крупным на территории СНГ. Насчитывает порядка 100 отделений, имеет строгую вертикаль власти, закрепленную уставом и насчитывает более 5 тысяч человек! Всем приветствуем членам байкерского клуба «Ночные волки!» Провожаем ночные волки! В марше мира принимает участие подразделение военно-исторического клуба «Союз» председатель Николай Стрельцов. В колонне клуба представлены мотоциклы М-72 и МВ-750, оснащенные пулеметами «Дегтярёв» и «Максим» образца 1939 года. Автомобиль «Газ-67Б» в комплекте с противотанковой пушкой калибра 45 мм. 1943 года выпуска. Облачённые в форму советских воинов образца 40-х годов, на площадь вступают люди редкой судьбы. Идут поисковики и реконструкторы. Часть своей жизни им выпала проживать в далёком прошлом Родины. Знамённая группа несёт великую поисковиков. Советский флаг одного из луганских поисковых отрядов. В нашей республике входит боевая техника. Первыми на площадь входит парадный расчёт с боевым знаменем отдельного механизированного батальона на автомобиле «УАЗ». Сразу за ними выдвигается парадный расчёт танков Т-64 2-й отдельной мотострелковой бригады. Боевая техника участвовала во всех оборонительных и наступательных операциях. Возглавляет парадный расчёт Т-64 2-й мотострелковой бригады старший прапорщик «Сарудский Валерий». Следующий проходит на марше парадный расчёт боевых машин пехоты БМП-1 2-й отдельной мотострелковой бригады. Боевая техника проявила себя при освобожении Чернухера и других населённых пунктов от оккупации. Боевые машины пехоты БМП-1 сменяют парадный расчёт бронетранспортеров ВТР-80. Возглавляет парадный расчёт ВТР-80 отдельного механизированного батальона командир разведывательного фигона лейтенант Шмеринин. В парадном строю входит на площадь расчёт отдельной артиллерийской бригады, состоящей из легендарных самоходных артиллерийских установок 2С-1 «Гвоздика». На площадь выдвигается парадный расчёт БМ-21 «Град» отдельной артиллерийской бригады. Мобильные реактивные установки такого типа являются надёжной опорой любой оборонительной и наступательной операции. «Град» сменяет парадный расчёт артиллерии 2АСС-5 с буксируемой техникой отдельной артиллерийской бригады. Завыкает парадную колонну расчёт стрела 10 зенитного дивизиона прикрытия противовоздушной обороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова